Всем здорова! Не успел на свеч выйти Metroid Red, как куча людей в интернете уже успели отозваться, что игра скучный и унылый позор, не дотягивающийся даже до уровня средних инди-проектов, не говоря уже о том, что это ААА игра. Да и я достаточно скептично отношусь к этому. Metroid 2021... Сможешь ли Nintendo повторить крутость таких культовых частей, как на NES, NES или даже Game Boy Advance? Что ж, посмотрим. Давайте по-быстрому пробежимся, о чем серия Metroid, если кто вообще не знает. Metroid это серия игр, стартовавшая в далеком 1996 году в Японии на приставке Famicom. Если попытаться уместить весь геймплей в одно предложение, то это игра, где наш персонаж начинает исследовать огромную 2D-карту, постепенно находит улучшения и с каждым улучшением получает возможность забраться в ту область, куда раньше не мог, и попутно убивая боссов. Жанр игры был настолько уникален, что в честь этой игры этот жанр и назвали Metroidvania. Знаете, что было забавно? Что многие дети в те времена думали, что играют за крутого стрелящего робота, и каково было их удивление, когда в конце игры робот снимал костюм, а под ним была девушка по имени Самус. И самое абсурдное, что чем лучше ты пройдешь игру, тем больше одежды снимет героиня в конце, вплоть до трусов и лифчика. Вот тебе и фэмили-френдли Nintendo. Представьте в наши дни, в каком-нибудь Марио после спасения принцессы Питч, она бы в зависимости от собранных звезд раздевалась до трусов. Даже вот это звучит не как что-то реальное, а как, я не знаю, влажный сон какого-то посетителя Рулл 3-4 сайта. Но несмотря ни на что, в Метроиде именно так и было. Что ж, за последнее время у Nintendo не особо получалось продолжить некоторые свои серии игр такими же интересными, какие они были раньше. Взять тот же Animal Crossing. И получится ли это сделать с Метроидом? Давайте узнаем. Начинается игра с того, что по сюжету на некой планете ZDR... Блин, почему-то название у меня ассоциируется с HDR. Представьте вот HDR на свече, а? Блин, ладно, я отклонился от темы. На планете ZDR появился очень опасный паразит X, и наша отважная Самус, у которой есть иммунитет к этим паразитам, летит на эту планету, чтобы разобраться с проблемой. Почему именно у нашей героини иммунитет? Да потому что в игре огромный лор, и почти каждая часть отталкивается от другой. Ну да ладно, опустим детали. Замечу, что Nintendo который раз балует русских игроков, ведь WarioWare был полностью переведённо озвучен, и теперь и Метроид полностью переведённо озвучен. Ну как озвучен? Игру озвучивает робот, и иногда без субтитров не всегда понятно, что он вообще говорит. Мы высаживаемся на планету, и нас тут же вот просто ни за что делают какой-то металлический петух. Он джентльменский берёт нас за шею, потом отпускает, но... Окей. И после этого начинается игра. Нам даёт разобраться в управлении, обучать, что как работает, и всё в таком духе. Кстати, есть хорошие новости. Роботизированный голос теперь поменялся, и говорит более внятно. И я, кстати, не могу не упомянуть, что ближняя атака Самус, ну уж очень похожа на Кио Литл Мака из Смэша. Неуспеваемая правится от петуха, и на нас уже нападает жизнью потрёпанный робот. И как думаете его одолеть? Слушайте. Нам нужно впитать силу мозговитого глаза, и с помощью неё убить робота. Ну, просто и... логично. Чуть побегов, мы встречаем ещё одного такого же робота, только в более хорошем состоянии. Глаз поблизости? Нет. Обычные атаки бесполезны, и нам ничего не остаётся, кроме как убегать. И да, познакомьтесь с одной из главных механик игры. Этих роботов, от которых мы должны будем убегать, зовут Эми. Они обитают в конкретных местах игры, и мы должны будем от них, ну уж, очень часто бегать. И если они нас поймают, то убьют с одной тычки. Ну, буквально, с тычки. Страшно, очень страшно. Только вот так вот, как они передвигаются, они подпрыгивают. И вот подпрыгивают как... ну, как бложка, допустим, подпрыгнула. И вот таким образом они передвигаются, только так. Многие игроки и некоторые мои знакомые уже оплевали, что это говно механика, что им надоело тупо убегать от кого-то без возможности убить, пока не впитаешь вот эту силу глаза. Ну, не знаю, на вкус и цвет. Лично мне убегать понравилось. Играет такая напряжённая музыка, боишься, что тебя поймают, убьют с одной вот этой самой тычки. А когда вбегаешь из зоны пребывания робота, то прям такое облегчение, что никто тебя не убил, ты спокойно пробежал. Ну, хотя я могу понять негодование людей. Люди купили игру про стреляющего робота и думают, сейчас буду разваливать, заходят и их заставляют убегать от кого-то. Поговорим о дизайне локаций и левел-дизайне. Как я говорил в начале, много людей, и особенно в России, плюются, что игра похожа на дешёвую инди-игру и вообще выглядит как какая-то бесплатная мобильная игра с плей-маркета. И вот, поиграв немного в эту игру, что я могу сказать? Знаете, что объединяет вот этих всех комментаторов? В игру они не играли. Как человек, который немного разбирается в играх, могу сказать, что в игре шикарный левел-дизайн. Я даже не ожидал, что в 2021 кто-то сделает 2D-игру с настолько хорошим левел-дизайном. Локации по-настоящему интересно исследовать. Не просто посмотреть там на них или дизайн оценить, нет. Именно интересно находить секреты. И учитывая тот факт, что в игре очень много чёрных цветов, то понятное дело, почему Nintendo выпустила эту игру со стартом Switch OLED. Ведь именно на OLED-экранах чёрный цвет выглядит очень красиво. Поэтому если у вас есть OLED-монитор или вы будете брать Switch OLED, то Metroid Red на них будет выглядеть красивее, чем на любых других экранах. В игре и правда хорошо продуманы секреты и отличная реализация использования полученных механик. При том, что карта в игре выглядит очень запутанно, но благодаря всё тому же левел-дизайну ты всегда знаешь, куда идти, и я затупил в игре всего один раз. Сразу видно, что игру и правда делали понимающие люди. При этом мне всегда нравилось в таких 2,5D играх, что можно прыгнуть в воду. Если именно про дизайн локации, то в основном мы будем блуждать по таким индустриальным фабрикам, там, лабораториям. Но иногда будут попадаться и довольно живописные места. Честно, выглядит красиво. Особенно некоторые локации иногда замерзают, и вода становится льдом. Но вы сам видите на экране. Уже после двух-трёх часов игры я абсолютно перестал понимать претензии людей, которые говорят, что игра уровня мобилок. Хочется вот даже прямо спросить, вы... дурачки? Как я понимаю, эти люди просто увидели, что игра имеет вид сбоку. А если игра имеет вид сбоку, значит она автоматически опускается до уровня мобилок. Очень скудное мышление у людей. Хотя, что с них взять, они даже в игру не играли. Наверное, там, на ютубе её оценили. Хотя, мне кажется, некоторые вообще её оценили тупо по скриншотам. Помимо исследования мира и собирания улучшений, в игре есть боссы. Некоторые боссы как боссы, а с некоторых удивляешься. Иногда даже можно контратаковать и запустится скриптованная катсцена, за время которой тебе нужно успеть нанести максимальный урон. То есть, да, катсцена заскриптована, но стреляешь в ней именно ты. Также боссы понравились мне своей сложностью, ведь я умирал на каждом почти всегда три или там шесть раз. Боссы разнообразные, мерзко выглядят, непростые и к ним вопросов нет. Кстати, когда Самус умирает, то она даже не ждёт конца игры и сразу же сбрасывает тебя робо-костюм. Если тебя победили, то раздевайся. Интересная стратегия. Ребят, честно, за последнее время я устал от кузального говна, где игра тянет тебя за собой буквально. Metroid Red в этом плане является глотком свежего воздуха. За ошибки вас порой серьёзно наказывают, например, отобрав те предметы, которые вы собрали, и вы должны собирать их заново. Игра, конечно, не супер-мега-хардкор, но по современным меркам действительно очень сложная. Я даже почувствовал, что по сложности игра я не в игру 2021 года, а в игру со времён SNES. Игра иногда позволяла даже разводить меня на эмоции, особенно когда меня зажали в угол, и я в последний момент в панике перед смертью успевая зарядить мощный выстрел и убить этого Эмми. Прошёл я игру, если верить статистике, за почти 11 часов на 100%. Да, я собрал всё и вся. И некоторые секреты было настолько сложно достать, что повторюсь, будто я вернулся назад во времени. В современном мире обычно никто не заставляет так быстро и точно нажать на кнопки в одиночной игре, чтобы получить обычный бонус. Ну вот для примера я покажу просто вот как собрать одно улучшение. Или вот. Видите вот бонус здесь? Вот прям вот этот вот. Просто посмотрите, какой разгон надо взять, чтобы его достать. Не, собирать все предметы в игре было весело. Хотя, учитывая тот факт, что я собрал всех 900 короков в Зельде, то мне теперь что угодно будет казаться весёлым. Возьми вот это. Нам дали за мои мучения говно. Перейдём к минусам. Как же без них? Вы же меня знаете. Не придрался к чему-то в игре, день прошёл зря. Начнём с загрузок. Переходы между локациями идут 20 секунд. Сначала это кажется недолго, ведь лучше подождать долгую загрузку, а потом спокойно ходить по карте. Но когда ты ждёшь эти 20 секунд в раз в 30, то начинает немного подбешивать. Игра работает в разрешении 900 пи в доке и 720 пи в прототиве. И в обоих случаях идёт в 60 фпс. Только катсцены идут в 30. Но разработчики зачем-то добавили на тот же локатор такие эффекты, которые сам свитч не может вытянуть. Почти всегда, когда вы будете использовать локатор, у вас будет проседать фпс. Что в Mario Golf и Nintendo добавила какие-то эффекты, из которых всегда падает разрешение. Что здесь с фпсом. Зачем вообще добавлять эффекты, которые буквально не вытянет свитч? Мне кажется, лучше сделать их проще, но не страдать от просадок. Вот сидят такие разработчики. Сделали локатор, добавили на него эффект. И когда разработчики прожимают локатор, то вся игра просто лагает. Они такие, ну, Нор в принципе, выпускаем игру, чё. Вот тебе и консольный гейминг. Не знаю, можно ли это отнести к минусам, но для кого-то это огромный минус. Что за 60 долларов ты получаешь всего каких-то 10-11 часов геймплея, даже на 100%. Но тут спорно. С одной стороны, ты получаешь очень насыщенный и крутой опыт, который будешь вспоминать. С другой стороны, и правда, всего 10 часов на 100%. Если не на 100%, то ещё меньше. В общем, тут зависит от вас. Причём хочу заметить, что я недавно прочитал, что, оказывается, игра пишет в конце время без учёта проигрышей. То есть, по факту, я мог наиграть все 13-15 часов. А 13 и 15 часов, это уже звучит получше, чем 10-11. Что по итогу? Я ничего не ожидал от игры. И думал, это будет просто попытка срубить бабла на фанатах. А игра оказалась, правда, очень крутой, сложной и интересной. В духе классических метроидов. Блин, чувствую, сейчас меня закидают тапками зрители и подписчики. И вообще все, потому что очень много у этого фанатов. Но YouTube свободная площадка. Говорю, что хочу. Мне не понравился Hollow Knight. Игра тоже в жанре Metroidvania. И все мне её советовали, говорили, что очень крутая игра. Но от всего сердца говорю. Я чуть не заснул, пока я играл. И закончил игру через силу. Может быть, как-нибудь сниму ролик, почему она мне не понравилась. А может и нет. Так вот, если вам тоже по каким-то причинам не понравился тот же Hollow Knight. И вы подумали, что это просто не ваш жанр. То советую дать шанс Метроиду. Мне кажется, что игра получилась настолько хорошей, что через лет 15 её буду до сих пор вспоминать и считать классикой. Забавно, что в сравнении с каким-нибудь Animal Crossing в New Horizons игру даже особо не рекламировали. И, дорогие зрители, мы забыли самое главное. Разделаться ли сам из-под конец игры? К сожалению, нет. Но нам всё же на несколько секунд показали её жопу. А по такому поводу, Метроид Рэд это точно must-have 10 из 10 и игра года. Всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!